Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Питч Лейк, озеро из асфальта. Климатический обзор за неделю. Пример доброты и человечности от офтальмолога, возвращающего зрение. Объединение людей во время наводнения в Краснодарском крае. На нашей планете встречаются озера различной глубины и размера, разнообразного химического состава воды и ее цвета. Одними из интересных озер являются озера, состоящие из асфальта. Вы не ослышались, именно из асфальта, и асфальта достаточно высокого качества. Такие озера сформировались естественным путем. Самым известным из них является озеро Питч Лейк, расположенное на острове Тринидад у северо-восточных берегов Южной Америки. Озеро занимает 40 гектаров, а глубина местами достигает 80 метров. Считается, что озеро сформировалось в месте тектонического разлома 6 миллионов лет назад. Из разлома на поверхность постоянно поднимается нефть, летучие компоненты которой испаряются под лучами Солнца. А тяжелые фракции, окисляясь на воздухе, видоизменяются в битум, вязкое органическое соединение, использующееся в строительстве или в производстве изоляционных материалов. Смешиваясь с песком и глиной, битум превращается в асфальт. Три четверти озера покрыты таким твердым образованием. В оставшейся части озера, которую местные жители называют «мать озера», на поверхность продолжает подниматься нефть, постоянно пополняющая запасы озера. В Питч Лейк все попавшие предметы постепенно затягиваются на дно, а те предметы, которые находились на дне многие тысячелетия, со временем могут подниматься на поверхность. Десятки тысяч тонн добываемого асфальта продолжают экспортироваться и в наши дни. С каждым годом такой экспорт уменьшается, в связи с тем, что в мире увеличивается использование искусственных заменителей асфальта. Высокое качество асфальта из Питч Лейк подтверждает тот факт, что им выложена аллея Пэл-Мэл в Лондоне, ведущая к Букингемскому дворцу. А в заключении добавим, что Европа узнала об этом озере в 1595 году, когда на остров прибыл англичанин Уолтер Релли, искавший легендарную страну сокровищ Эльдорадо. Содержащиеся вещества из озера стали наноситься на деревянные обшивки кораблей, и лишь со второй половины XIX века природный асфальт начали использовать в дорожном строительстве. 11 ноября. Тунис. В Виллоете Габбас возник паводок. Кения. В городе Султан-Хамут произошло наводнение. Греция. Два смерча прошли по островам Корфу и Пакси. С США. Миллионы черных улиток выбросились на пляж города Сент-Петербург в штате Флорида. Причины такого события неизвестны. Местные жители никогда не сталкивались с подобным. В течение дня на планете было зафиксировано 312 землетрясений. Из них 72 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. 12 ноября. На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Из-за чего только в Иране пострадало 8,5 тысяч человек. Без крова остались 70 тысяч жителей. Индонезия. В провинциях Западная Ява и Бантен, а также в столице Джакарта, наблюдаются паводки. По провинциям Восточная Ява и Лампунг прошли два смерча. Были повреждены свыше 120 домов. Япония. От шторма с порывами ветра до 41,6 метров в секунду пострадала префектура Хоккайдо. Повреждены 320 зданий. Кения. Ливни вызвали затопление в семи округах страны. Франция. Регион Лотарингия пострадал от шквального ветра со скоростью до 30 метров в секунду. Бельгия. В Камуне-Лерё пронёсся смерч. В течение дня на планете было зафиксировано 296 землетрясений. Из них 49 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 7,6. Примеры проявления доброты и человечности. Офтальмолог из штата Юта, США, Джеффри Таббин. Большую часть года путешествует по развивающимся странам мира, помогая тысячам людей обрести зрение. Только в одной Эфиопии он провёл уже 900 операций, удаляя катаракту посредством революционной операции, при которой с помощью хирургического вмешательства за 7-10 минут восстанавливается зрение. Джеффри Таббин также обучает местных врачей своей методике. Он признаётся, что настоящим счастьем становится момент, когда слепой человек понимает, что способен видеть. А самой большой наградой являются улыбки людей, когда после многих лет темноты их глаза снова начинают видеть. 14 ноября. Уганда. В административной области Кампала дождь вызвал паводок. Колумбия. Муниципалитеты Сьенага и Пуэбло-Вьеха пострадали от паводков. Фиджи. Вблизи столицы Сува сошёл оползень. Китай. В провинции Хайнань обильные дожди вызвали наводнение. Италия. В коммуне Таркьеролла пронёсся смерч. Ливия. В городе Триполи вследствие сильных дождей возник паводок. Канада. В городе Йеллоу-Найф выпало рекордное для ноября количество снега – 24,2 см. В прошлом году за весь ноябрь выпало 27 см снега. В течение дня на планете было зафиксировано 374 землетрясений. Из них 53 – магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,6. 15 ноября. Южная Корея. В результате землетрясения магнитудой 5,4 на востоке страны разрушены тысячи зданий. Свои дома вынуждены были покинуть полторы тысячи жителей. Италия. В коммуне Пескара сильный дождь вызвал паводок. За 48 часов выпало 420 мм осадков. В течение дня на планете было зафиксировано 414 землетрясений. Из них 113 – магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6. 16 ноября. Австралия. Рядом с городом Локхарт в штате Новый Южный Уэльс прошел торнадо. ЮАР. В восточной и западной Капской провинциях за две недели до лета неожиданно выпал снег. Азербайджан. В результате землетрясения магнитудой 5,1 повреждено 133 здания. Афганистан. В провинции Газни и центральной части страны обильный снег парализовал работу транспорта. Местами высота снежного покрова достигала 35 см. В течение дня на планете было зафиксировано 380 землетрясений. Из них 83 – магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,1. Быть человеком в человеческом обществе вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности. Никто не говорит, что на пчеле лежит священный долг делать мед. Она его делает, потому что она пчела. Александр Иванович Герцен. В статье «Новые вариации на старые темы». 17 ноября. Колумбия. Ливневый паводок возник в городе Картахена. Россия. Сильные снегопады обрушились на город Владивосток в Приморском крае и город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. В течение дня на планете было зафиксировано 325 землетрясений. Из них 60 – магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В течение недели произошло 459 землетрясений в радиусе до 20 км от действующих вулканов и на глубине, не превышающей 20 км. Наиболее активными были вулканы Лонг-Вэлли и Клир-Лейк в Калифорнии, а также Акьер-Лар в Турции. Также произошло 7 землетрясений в 30 км от кальдера Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,6. Всего за неделю более 3500 человек стали климатическими беженцами. Сформированный над Британскими островами 13 ноября 2017 года циклон Нума, другое название Эвредика, обрушился проливными дождями на греческий остров Синих, затопив большую его часть. Местами уровень воды достигал двух метров. Были повреждены здания, пострадали люди. Во времена катаклизмов и происходящих стихийных бедствий, и особенно после того, как они произошли, очень важно проявлять человечность, доброту, уважение и поддержку друг к другу. Вне зависимости от того, какой люди национальности, какого мировоззрения, всегда важно помнить, что это такие же люди, как и мы. У нас у всех одно место проживания — Земля, одна национальность — человечество, одна ценность — жизнь. Нам не нужно ждать чего-либо, а важно сейчас протягивать руку помощи друг к другу. Уже сейчас нужно объединяться, начиная со своего дома, соседей и жителей своего города. Уважаемые зрители, мы ищем примеры объединения людей во время стихийных бедствий. Если вам известны такие примеры, присылайте их на почту «Инфо собачка.еоцентр.инфо» с пометкой «Для климат-контроля». В 2012 году в результате проливных дождей возникло наводнение в Крымском районе Краснодарского края в России. Местами вода поднялась до 7 метров, затопив сотни домов. Пострадали 34 тысячи человек. На помощь людям откликнулись жители всей страны. В разных городах были организованы пункты сбора вещей, медикаментов, продуктов питания. Отовсюду ехали в затопленный район тысячи волонтеров, помогающих в спасении жителей, о разборе завалов, о раздаче гуманитарной помощи, а также в оказании психологической помощи пострадавшим людям. Для детей организовывали детские площадки. Наводнение сплотило людей разных профессий, религиозных конфессий и мировоззрений в едином порыве помощи оказавшимся в беде людям. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом. Смотрите в разделе «Дыхание жизни. Научные разработки новой технологии». Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль». Единство в Духе порождает единство в мире». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова